Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Встретились, поговорили» Её сегодня проведу я, Артём Иллипин И у нас в гостях московская группа «Акуджав» В полном составе Это Вадик Королёв Это Ярослав Тимофеев Это Дмитрий Шугайкин И я вот прям с Википедии посмотрю Мне интересно, насколько справедливо указаны ваши роли в группе Вы можете рассказать, сколько это правда Написано так Вадик Королёв, текст и музыка вокал Ярослав Тимофеев, музыка фортепиано Это Дмитрий Шугайкин, звук, кнопки, бас Примерно так Только Димка ещё играет на гитаре Всем привет, кстати Телефон прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9 Звоните, задавайте свои вопросы Можете писать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 То есть получается, Вадик музыкой Там написано музыка Музыка, но не инструменты Нет, я играть не умею Я обычно придумываю что-то Какую-нибудь мелодию Фиксирую на диктофон и показываю ребятам Просто напеваете? Да, напеваю И насколько сложно потом считывать идеи Вадика с диктофона? Сложно бывает Серьёзно? Там типа ля бемоль, соль диез Непонятно, что Вадик имел в виду Ну, у Вадика не абсолютный слух А очень относительный Но мелодии бывают замечательные иногда Спасибо, Слава Да, мы как-то Я как-то сочинил Как-то зачаток песни Очевидно в мажоре Но, видимо, так грязно спел Что Слава подумал, что песня минорная И песню в итоге испортили Мы её до сих пор не сделали Так в процессе Ну, у вас же был Я помню, в каком-то интервью Как раз говорилось О песне Вот сейчас Мне кажется Валерий Павлович Которая была написана В мажорных аккордах И теперь после ухода Кати Сложно её сыграть Ярославу было Ну, Ярослав может сыграть всё, что угодно По всей видимости Он Тогда он просто удивился Как Кате удалось Сочинить Грустный припев На четырёх Мажорных аккордах Скорее так Ну, сегодня надо, конечно, упомянуть Почему вы в Риге Потому что сегодня проходит концерт Группа Акуржа В 19 часов В Вилле Кака фон Стрика Я, честно говоря, в первый раз слышу Фон Стрицка Фон Стрицка Да, вот такой Вот я в первый раз слышал Узнал что-то новое о своём городе Но Когда я готовился к интервью И выбирал там, какую песню поставить потом Чтобы показать Акуржав И вообще, когда я там рассказываю своим друзьям О группе Акуржав Всегда очень сложно описать Потому что очень разные какие-то песни И инди-поп Это, конечно, всё описывает Но в целом Вот если бы вам надо было описать Как-то своё звучание групп У вас есть какая-то уже приготовленная фраза Для прессы друзей? Нет, но у нас есть приготовленный теоретик музыки Ярослав Тимофеев Он и ответит на этот вопрос Это я и пошёл в группу Чтобы попытаться сформулировать Проверить, что это такое Но пока ещё нет Потому что как только я сформулирую Мне придётся уходить Ну, смысла оставаться больше не будет Поэтому пока мы в поиске Если чуть более серьёзно То мы вот два с половиной года существуем В этом формате И все эти два с половиной года Мы пишем всё время в новых стилях То есть мы ищем Причём ищем не специально А просто потому что продолжаем жить А иначе скука Ну, потому что как раз Вот последний EP, который был Кигельбан Там, получается, первых три песни Они такие вот ретро Очень в стилистике Тридцатых, условно говоря, годов Потом очень грустный якоря С почти минутным вступлением без музыки И потом портвейн Который уже больше отсылает Такому прошлому альбому И как-то у вас это всё объединилось В одном EP А если вспомнить Ещё совсем ранние работы Там вообще и рок ещё И рэп Ну, благо, что мы никогда не думаем Специально Вот приступая к тексту, например Который приносит Вадик Не думаем о том Что вот эту песню сейчас нам нужно сделать Ровно в таком стиле Просто как льётся, так льётся А потом уже поздно что-либо менять Часто сам зачаток песни Задаёт направление, естественно И поэтому мы просто к этому прислушиваемся И чаще всего не выдумываем что-то Чтобы сбить этот изначальный посыл А скорее, наоборот, поддерживаем Ну, а такой вот стандартный вопрос Для всех музыкантов Для групп Текст или музыка В том плане, что, скажем, та же Зельфира Она говорит, что у неё музыка первая А потом уже она пишет слова под эту музыку А там больше в традиции какой-то роковой бардовской Это в начале текста Потом его оплести музыкой Бывает, у кого это одновременно И никак не разделяется Вот как это Ну, вот как раз тот зачаток песни О котором мы говорили до этого Он у меня чаще всего пишется одновременно То есть, если приходит мелодия сперва Сразу как-то мозг так устроен Что сразу ловится настроение этой мелодии И туда подбираются нужные слова Или наоборот Ну, в общем, чаще всего это происходит У меня одновременно И здесь дальше В плане работы Основная задача ребятам Услышать или нет Ну, чаще всего они слышат Вот у нас был один только коллапс С песней «Майами» Так и нет этой песни «Майами» Связана с «Майами» То есть, я хотел про неё тоже спросить Да Я бы сказал, что у нас Группа держится на балансе Между словом и музыкой Потому что у нас есть В общем, полагет слова Поэт, который Вадик Который часто говорит, например Вот здесь нельзя такой аккорд Потому что вот Слово значит что-то другое Или на концертах Вот я не хочу сегодня петь эту песню Потому что я не чувствую, про что она То есть, Вадик исходит всё-таки из смыслов Мне совершенно наплевать на смысл Я исхожу из музыки И защищаю её права В нашей совместной работе А Дима Дима держит Вот мне Дарман сел посередине сегодня Он пытается нас помирить Говорит, мальчики Всё будет хорошо Кстати, вот вы же Ну, известный факт для любителей группы Акуджав Что поменен состав полностью Кроме Вадика Поменялись люди Вы до того, как пришли в Акуджав Слушали песни? Ну, там, вы как были знакомы Я был на первом концерте группы Помню, как вы волновались, ребята Это я про старый состав Мне нравится, как Вадик узнаёт что-то новое Каждый Просто очень много времени прошло Я уже Но мы с ребятами давно дружим И да, конечно И Дима был в курсе того, что происходит И он инструменты на концерте носил Да, Дима был моим первым преподавателем Эблтона Это такая программа, где делается музыка И всё такое Ну, я, правда, не продвинулся Так себе ученик Но какие-то намётки, да Там были В том числе из тех песен Которые сейчас изданы Со Славой мы дружим Вообще, наверное, лет 7-8 Сколько? 7, да Но при этом у меня никогда не было Даже мысли, что я могу войти в Акуджав Что это кому-нибудь будет нужно И мне, и Вадику То есть мы дружили совершенно Без каких-то ожиданий Совместного творчества А потом в один момент Ну, это очень заметно Потому что то, о чём говорит в интервью Часто у вас проскальзывает Про то, что мы, значит Я и Дима выросли на радиохэт И Майкале Джексоне А, значит, Ярослав Он на классической музыке Вот это столкновение Как раз, получается, и рождает То, что вы делаете Сейчас, да Что-то убивает Что-то рождает Да Ну, потому что мне, к сожалению Ещё не получалось побывать На вашем концерте Но Я имею в виду в новом составе Но я слышал, что очень сильно Вы исполняете старые песни Но совсем-совсем по-другому Да, потому что Очень странно их было бы исполнять Так же или приближенно И когда мы обновились Естественно Песен, новых песен На целую программу ещё не было Естественно, мы стали Как-то переосмысливать старый материал Точнее, присваивать его А есть желание выпустить какой-то альбом Вот с каверами на самих себя Или это уже пройденные этапы И только на концертах Дело даже не в том Есть желание или нет Дело в том, что Песни, благо, пишутся Пишутся новые И всегда чуть-чуть интересней Всё-таки делать новое-новое Нежели новое-старое То есть это на тот момент Когда, если вдруг Случится кризис Наш гормональный фон Да, всё время меняется И, конечно, с каждым годом Наверное, мы будем писать Всё меньше и меньше песен И вот как-нибудь Поглаживая бороду Или чутоколенку Или одновременно Левой рукой бороду Да Придёт такая мысль Перепеть старую песню Возможно, возможно У нас звонок из студии Наденьте просто наушники Присывайте после коленки Добрый день, здравствуйте Вы в эфире Добрый день Привет вашим гостям Олег Здрасте Я большой Как сказать Совсем человек В области музыки Послушать именно Что-нибудь поставьте Чтобы Заинтересовал Вы меня заинтересовали Дальше Что-нибудь Послушать Можно? Я вас не слышал никогда Спасибо Спасибо Мы обязательно поставим песню Просто уже после того Как интервью закончится Чтобы не терять время общения Так что оставайтесь После эфира После новостей Мы поставим за это песню Группа Куджав Но, кстати Есть ли какая-то песня Или там набор песен Которые вам кажется Нужно послушать Чтобы понять Моё группа Куджав Или не моё Там, не знаю Три-четыре песни Чтобы было понятно Да нет Нам всё время кажется Что самая классная песня Последняя Честное слово Если было бы иначе Мы бы этим не занимались А сейчас последняя Портвейн или Нина Я немножко Портвейн сейчас последняя А ещё у нас всё время бывает Что мы выпускаем альбомы Или EP И говорим друг другу Ну вот это да Вот это будет Самая популярная песня А вот этого никто не поймёт И потом всё случается Иногда ровно наоборот А вы вообще следите за тем Какие песни набирают Там больше просмотров Или больше прослушиваний В сервисах Да, утром и вечером Два раза Дима даёт нам статистику Потому что в Спотифай Если я правильно понимаю Сейчас Джек Самая популярная Всё ещё держится Она везде самая популярная Да Ну кроме ВКонтакте А ВКонтакте что? Маяк А да ВКонтакте ВКонтакте песня Маяк Юлия Мельниковой Джек была одна из первых И насколько я помню Её показали По одному из телеканалов Она была в танцах на ТНТ Да И собственно это дало ей Такую большую фору То есть многие узнали группу Именно благодаря этому Ну это да Это одна из первых Которую слышу Он первая была не парень Причём в лайв-версии Там где Новый Нет Не совсем новый Но вот там больше акустической Где кто-то в парике ещё танцевал Да Вот это Прекрасное выступление Там мой папа в парике А Да Муж моей сестры Стоит вот так вот просто Такой маленький Темной кожей довольно Что ещё Ну да Там много Смешное видео Гитарист Мумитроля там стоит И играет на шейкере Вместо гитары Так Собрали друзей Выглядит вообще ваш визуальный ряд Но вы об этом часто говорите В интервью И в принципе Ваши видео Это отдельная Какая-то Часть биографии творческой Как вы их готовите У нас ещё есть один звонок Ух ты Здравствуйте Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Еду на машине Забежал в ютубчик Быстренько послушал их Вот правильно Вопрос такой О вдохновлении Ребята Вы конкретно что курите Голанночку Или нет Спасибо за вопрос Я на всякий случай упомяну Что за рулём смотреть ютуб Это не самое безопасное занятие Я так Фраброс Ну Мы с ними курим Айкос А Вадик курит Традиционные сигареты А я уже такой У меня большой вопрос Не мешает ли это пению Курение Сигареты Нет конечно Никогда не мешало Я не мешаю Женщина мешает Это же Это же Это же Миф На самом деле Если Заниматься Раньше я прыгал на скакалке Потом понял Что это скучно И сейчас просто Хожу Танцевать В зал Импровизировать Не Сигареты Я не думаю Может быть Как-то оно там влияет Но точно это не то Знаете Немецкий певец Дитрих Фишер Диско Говорил что Если бы он не курил Он был бы тенором А так он стал бы ритоном У меня была знакомая Которая курила Специально Чтобы голос поднизить И у нее получалось Насколько-то не знаю Но мы не пропагандируем Курение Ни в коем случае Все бросаем Вот знаете Еще такой Вопрос Не знаю Насколько Вы об этом Сейчас задумывались Потому что Последний EP Он вышел такой Вообще Ваш альбом Они выходят Немножко концептуальными Я не знаю Сколько вы в этом задумываетесь Но они в целом Очень в одном стиле То есть Можно прям Понять Вот если я хочу Там ретро стиль Это значит Такие гильбан Послушайте Если я хочу Такую больше Депрессивную Это вот значит Листики, цветочки Ну и так далее Я понимаю Что вы это не делаете специально Но есть ли у вас Может быть уже понимание Каким будет Следующий альбом Пластинка У меня есть Но Ребята не знают У ребят Пока нет Альбом будет Мрачный Альбом будет Сексуальный Альбом В лучших традициях Альбом будет Минорный Да То есть В общем В общем смысле Я бы сказал А еще альбом Будет Танцевальный Минорный И мрачный Танцевальный И сексуальный Именно так Будут Танцевальные Штуки тоже Но это я так Сейчас чувствую Дело в том Что часть заготовок Я еще даже не показывал Ребятам Возможно Они будут Отвергнуты Или как-то еще Будем так Дальше регулярно Происходит Над чем-то Над чем-то другим Я чувствую Сарказм У голоса Димы А я чувствую Что пока Нас не ждет Ничего нового Все то же самое Любимое Ну да Ну все-таки Должен быть Какое-то Наверное В этом плане Для меня Кегельбан Скорее Не Дальнейшая Какая-то Ступень Развития А какое-то Отклонение Наверное Баловство Баловство В каком-то смысле Тоже Да И Ну по крайней мере Я Возвращаюсь В свое В свое Унылое болото Добро пожаловать Домой Насколько У вас Вообще В группе Ну То есть Если вот Ну например В группе Queen Когда они Они пытались Быть достаточно равными Они вместе Решали Какие песни Выходят Какие не выходят Что в альбоме У вас в этом плане Тоже общее обсуждение Или все-таки Диктатура Вадика А мы тоже Решаем все вместе Другое дело Что мы Друг друга По-настоящему Любим и ценим Талант И ценим То Что каждый Может Дать Группе И поэтому Вот глобально Расхождение Не столь Часто происходит То есть Локально Да Мы иногда Чуть-чуть Рубимся За аранжировки За мажорный Или минорный Аккорд За что-то еще Но глобально Редко такое бывает Что Нет Давайте Не будем делать Эту песню Вот так То есть Оно как-то Сразу Если уж Все очень заняты У всех мало времени Но если уж Мы встретились На студии Чаще всего Бывает так Что Оп И сразу Происходит И вот Она сразу Музыка И сразу Все Чувствуют А насколько Это чувствует Ну в этом финальном продукте Вы когда слушаете Вы чувствуете Вот здесь мы спорили А здесь все сразу родилось Или это уже Сглаживается работой Да Есть Такие Более Так сказать Трудные дети Там песня котенок Например У которой было 5-5 Вариантов аранжировки Или что-то еще Есть Те Песни Которые появляются С щелчка Тот же Кегельбан По сути Музыкально Был придуман Чуть ли не за полтора часа Весь Ну то есть Ну по сути Еще есть движение Я помню Что первые месяцы Споров было гораздо больше И проблем было больше С обретением Музыки И песен А вот Скажем да Последний альбом Действительно Я сам удивлялся Вот мы встретились За 5 минут Родилась одна песня Еще там За 10 Вторая И все что я предлагал Музыкально В тот момент Не вызывало вообще вопросов Не было ни одного момента Когда ребята Поспорили бы А обычно всегда было Причем Вы даже с Димой Тут же Как-то на месте Придумывали Гитарную Басовую партию Вот так Прям Получалось То есть В следующем году Мы будем создавать песни За 40 секунд Это можно Ну это популярный Такой сейчас на ютубе Челлендж Писать песню За 5 минут То есть она будет Длиться 3 с половиной А создаваться За 40 секунд Раскопируем Куплят припев Копируешь А точно Я забыл Сейчас мы прервемся На небольшую рекламу После чего вернемся В студию И продолжим разговор Не переключайтесь Продолжаем Программу Встретились Поговорили Группа Акуджав У нас в гостях Вадик Дмитрий Ярослав Говорим о Сегодняшнем концерте Который будет в 19 Часов в Вилле Какой фон Стричка Стрицка Стрицка Очень красиво Мы смотрели тизер Рекламный Показали ролик Очень красивый Про эту виллу И мы решили Тогда Что придется ехать А у вас был вообще Какой-то опыт выступления На площадках больше Чем клубы Вот там Вроде этой виллы Тверская Мы выступаем на опен-эйрах Нередко Да Бывают Большие-большие И где лучше Где приятнее Мне Чем больше сцены Тем лучше Потому что Можно растанцеваться Всяко по периметру Музыкально Все-таки Качественнее Получаются Концерты В закрытых клубах Где Тщательно выстроен звук Где все можно Сконтролировать А на опен-эйрах Если действительно Как у нас было Там Тверская Заполненная Людьми Десятки тысяч людей Там конечно Совсем другое ощущение Вот полета Распространения звука Но это Большая техническая Точка зрения То есть Техническая Точка зрения Лучше Я имею в виду музыкальная Лучше В закрытых помещениях А эмоционально А оно же все Очень связано То есть Когда у тебя Проблемы С техникой С появлением звука То и Эмоции грустные Приходят Сразу То есть Оно безусловно Все влияет Просто есть артисты Которым очень важно Видеть там глаза зрителей И получать от них энергию А есть наоборот Опять-таки Кому вот Толпа Которая орет Это вот Такой Дух Я вижу все глаза зрителей Что на стадионе Что в маленьком клубе Потому что Зрение Нормальное К сожалению Это на самом деле Даже иногда Проблема Потому что Ты видишь Абсолютно все реакции То есть У тебя нет Какой-то Заслонки Так сказать Артисты И единственное Когда светят софиты Да Они тогда слепят И тогда ты можешь Там не разговаривать А так Даже если Более-менее большой зал Ну я вижу Если кто-то Например Зевает в конце зала К сожалению Это тоже Наверное Отвлекает Ну Мне очень нравится Зевать Сейчас я просто Очень весливый Мне очень нравится Смотреть в глаза Зрителям А в качестве защиты Поскольку я Уже выучил Все ноты наизусть Вот тут До Потом До диез Ре Я просто Закрываю глаза А то есть Посмотреть Потом Закрыть глаза Да А друг с другом Вы как-то Переговариваетесь На сцене Ну я имею ввиду Не словами Конечно А в целом Какая-то Коммуникация Регулярная Конечно Да Мне важно Чувствовать Ну что называется Что плечо рядом Видеть боковым зрением Плечо солиста Потому что По его движениям Я понимаю Что-то Вот А Дима Часто сидит Стоит Сзади Там В 5 метрах И потом Самой сложной песни Где у меня сложное соло И мне нельзя отвлекаться Дима подходит Начинает обниматься А я недавно Упал Славе на клавиши Так закрутил Меня шаманский танец Что упал И Сломал 4 клавиши Сломал 4 клавиши Нажал какой-то там Аккорд Телом Ну было классно Но это был Зато Это был эмоционально Один из самых Классных концертов Вообще Наверное То есть Я прям вижу Как опять Как это противоборство Эмоции И музыка Такое Объединение со зрителем И так больше в себе Это вот Я вспоминаю группу Пятницу при этом Почему-то Которые тоже были Два человека Ну у них было два человека А не три Там у них не было Димы Видимо поэтому Они распались Дима там был Он просто очень Незаметно себя вел Дима участвовал Да В группе Пятница Нет Вот эта история Когда Вадик Упал на клавиши Она прекрасна Я его за это Не ругаю Совсем Потому что я видел Насколько это было Непредсказуемо Ну в конце Раз в жизни Артиста Даже не рокера А всего лишь Инди-попера Такое должно случиться Больше так не делать Вместо того Чтобы гитара И попала по сцене Да В следующий раз Он в зал прыгнет Вот сегодня Через Четыре с половиной часа А вы придете к нам Артем? Я хотел У меня к сожалению Не выходит Мне очень-очень грустно От этого честно говоря Но Тогда мы приедем Еще раз Вот пожалуйста Я буду очень ждать У меня Есть набор Как это Инди-артистов Из России Которые должны приехать Вот пока Айгел Только я попал Но еще А вот Просто часто в интервью Звучит тоже Что вот Вадик музыку Не слушает И старается вообще Не слушать ее А Дима с Иерусалом Наоборот Они как раз Стараются Можно больше всего слушать Мне вот интересно Насколько Вот это Не знаю Мешает Или помогает Такой разный Музыкальный бэкграунд Именно в том плане Современной музыки То есть Приходит Вадик Говорит Я придумал Классную штуку И потом Дима говорит Ну вообще-то она есть Вот уже у того У того У того У того А мы никогда не думаем Выходят в мире поп-музыки И это так деформирует голову Что теперь Дима узнает В каждой нашей песне Десять других Это неизбежно Я продолжаю Тема про музыку Вот не кажется Вообще Что Потому что Когда говорится Что слишком много музыки Потому что ее так много Что уже Ну не надо найти Не кажется вообще Что слишком много В принципе информации Сейчас Я пытаюсь плавно Перейти на более философские темы В нашем интервью Так информации Конечно много Но никто же не запрещает Как-то ее ограничивать Ну то есть Я действительно Всякими искусственными путями Огранирую А это только музыка? Там фильмы тоже может быть Не смотреть? Я смотрю иногда фильмы Но я понимаю Что если сравнивать Там с какой-то Ситуацией Пятилетней давности Читаю я тоже Намного меньше Потому что больше пишу Так всегда работает Или 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 выдаешь Или воспринимаешь Оно как-то так работает А на основе чего? Потому что мне всегда казалось Что вот люди творчества Там Ты вот Послушал много музыки И у тебя родилась Своя музыка Не обязательно Что ты что-то заимствуешь Просто это как Как почва На которой взрастает Потом твое творчество А если ничего В себя не внимать То как-то немножко Взамыкаешься В своем собственном соколе Я не думаю Что информация В этом плане Именно должна быть Такой же по форме Ну то есть Вот представим Что Джон Калтрейн Такой В своей комнате сидит И что ему Чтобы придумать Нужно слушать своих коллег Конечно ведь нет То есть он Он скорее всего Там Но ведь о чем-то Он вдохновлялся Ну Ну например Он возмутился На хамство официантки Например У него засело это в сердце Он пришел домой И рассказал об этом музыке Скорее всего Так работает То есть понятно Что вдохновление происходит Информативное Но очень странно Чтобы сделать музыку Вдохновляться другой музыкой Для меня это странно Это то же самое Опять же Как описывать Текст текстом Ну то есть получается Вдохновление идет От жизни Я так это От жизни? Да нет Здесь нет противоречия Ты точно так же можешь Очароваться Фильмом Или разочароваться Или офигеть Просто я слышу Многие музыканты Они там Жалуются на то Что Или со стороны Это бывает видно Что в начале В начале творчества Когда они еще Не очень известны И непрофессиональны У них много Своего опыта Который Я имею в виду Опыта, эмоции Какого-то там Бэкграунда музыкального Творческого и так далее И оно потом Вкладывается В первые альбомы Которые очень яркие Очень заметные И так далее А потом Когда начинается Вот этот Цикл Выступление гастролей Выступление гастролей Написание Нет Ниоткуда взяться Новым эмоциям Новый опыт У вас Пока вроде По звуку нет Такой проблемы Но вы такого не опуститесь Видимо у нас Не так много гастролей Как у них Но у меня вообще Вдохновение Никак не связано С жизнью И с литературой Там или с кино Потому что Мне кажется Голова же наша Это закрытая коробка И если туда попадают Ну условно Пули внутрь С трех лет С четырех С пяти До шестнадцать Они же не перестают Там рикошетить Во все стороны То есть Можно загрузиться К тем же шестнадцати годам И дальше До конца жизни Оно там продолжает Работу Само Глубокомысленный От Вадика Хорошо Еще такая есть вещь Тоже было в одном интервью Что Не интересует биография Мы когда-то говорили О Майфе Джексоне Что не интересует Биография артиста Она не имеет значения Когда мы воспринимаем Его творчество Да То есть И это Относится к любому Я так полагаю Это про кумиров Фанатов Поклонников И все остальное Просто это кому-то Свойственно Кому-то нет Мне просто Фанатская история Не свойственна Сама по себе Фанатская история В отличие от Поклоннической Истории Отличается тем Что Когда ты фанат Тебе интересна И музыка И кто с кем спит И кто во сколько Пьет чай И все остальное Когда ты любишь Именно музыку Тебя это не интересует И тебе достаточно Того что Ну там Не знаю В детстве Ну там В подростковом возрасте Очень любила Земфиру Но меня не интересовало Что у нее происходит В личной жизни И так далее Ну собственно Сама Земфира Говорила о том Что не нужно Знакомиться Со своими поклонниками Точнее наоборот С теми Кто тебе интересен В искусстве Потому что Можешь очень сильно Разочароваться А можешь Очароваться еще больше Дело не в этом То есть Я уверен Что есть И случай наоборот Когда ты очаровываешься Еще больше От того Какой человек Еще и в жизни Просто нет Такой потребности А это же так было С Ниной Карлосом Как я правильно Потом прочитал Тоже Так 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 Опа Что у вас было С ними Просто как было Что Я же ну как бы Слушал Куджав Но когда готовишься К интервью Читаешь другие интервью Чтобы не повторяться Или там С какого-то нового угла Зайти и так далее И я читаю интервью И смотрю Что там В 2018 году И Вадик говорит Я бы с Ниной Карлосом С удовольствием Дуэт сделал Но в общем Не знаю Что я ей могу дать Потом выходит песня И мне уже хочет задать вопрос А потом я понимаю Что этот вопрос Уже задавался И где Вадик говорит Что да Вот мы вначале Познакомились И я так удивился Насколько она прекрасна Во всем И как она и поет И музыкально Вот я про это И имел ввиду Из-за того Что уже парни Да да Изначально я просто Представил Как Нина выглядит Вспомнил Какой у нее Огромный прямо Голос Который Не соответствует Ее внешности И И при всем При этом У меня Прикрепилась Вот эта Припевная фраза Пиво Дай стаканчик И когда у меня Это в голове Соединилось Боже мой Как это будет круто Если это сделает Именно она Потом И уже после этого На этой почве Мы познакомились Стали там Близкими друзьями И так далее Потом Слава и Нина Придумали Еще там Какие-то голоса Дима придумал Супер Ну и И песня задышала И второй куплет Я придумал Уже Когда Знал Нину И скорее всего Он бы был Иным Или его бы не было Если бы я Нину Не знал вообще То есть там Такая Многоступенчатая История Ну да Вот Но Ну кстати у вас Не то чтобы много Но у вас есть дуэты Насколько вот Личность того С кем вы поете Влияет на то Что в итоге получается На сто Да Да Чаще Бывает так Что это случайность То есть например Песня Цветочки Стаси Вилковой Мы с Стасей Тогда только Познакомились И как-то Ну что-то как-то Дружили Варили борщ И так далее Ну в смысле Мы не жили вместе Просто варили борщ История Вилкова известная российская киноактриса Да И я просто ехал к ней в гости Мы хотели пить шампанское И болтать Я ехал к ней в гости И в метро В час пик Мне пришла Эта наивная песенка Я просто пришел И сразу ей напел И говорю Тася А давай вместе споем Вот так То есть это было очень Как-то Не то чтобы я много думал А о том Спонтанно Спонтанно А если К вам кто-то приходил С просьбой Давайте ребята Запишем что-нибудь вместе Да Но мы отказывали Чаще всего Пока так происходит Что Ну мне вот Сложно Например Ребятам видимо тоже То есть Я все-таки человек Первой инициативы Мне очень сложно Интегрироваться Во что-то Самому Чаще всего бывает То есть Если например Мы конкретно Видим кого-то На какой-то фит На какую-то совместку Это чаще всего Происходит почему-то То есть В связи с какими-то Свойствами Этого человека С кем ты хочешь Сделать фит Вот И когда это происходит Наоборот У меня чаще всего Реакция А зачем я вам тут Ну Все же прекрасно спето Песня хорошая Все нормально Я не нужен Ну а если например Придет кто-то Кого вы уже знаете Там например Та же Нина Она придет к вам И скажет Вот у меня Вот я с вами спел У меня есть песня Которую я хочу С вами сделать Да нет Мы же открыты Мы в принципе Все слушаем Просто Вопрос именно в том Для чего Там мы Просто очень Вот Вот нас трое Все очень разные Мы создаем Там какие-то продукты Какие-то песни И так далее И когда К тебе приходит С какой-то песней К сожалению Чаще всего Это бывает наобум Типа Эй ребята Вы классные Я тоже классный Давай сделаем песню Мне это ни о чем Не говорит И мне сразу хочется сказать Нет Давайте не будем делать песню А когда конкретно Так Я вот понимаю Что вот это Вот это Слава здесь может дать Дима здесь может дать такое Дима здесь может дать такое Там я такое Тогда да Конечно Скорее всего Это будет какой-то Синергичный продукт То есть нужно прям уже Придумать Что именно вы будете делать Ну вот мы Когда идем К кому-то И говорим Давай попробуем Сделать вместе У нас уже какая-то Конва Даже музыку Чаще всего Мне сейчас это напомнило Интервью Таких актеров Неудачников Которые говорят Ну я жду своего режиссера Я жду того Кто придет Нет Ну просто Ко мне будет Ко мне часто обращаются И говорят Что типа Давайте сделаем что-то Но чаще всего В 80% случаев Это А давайте что-то сделаем И ты спрашиваешь Что И все И человек Как бы Ну очень многим Хочется просто попробовать Видимо что-то вместе Но нет вообще И идеи того Что это может быть Пробовать мы можем И друг с другом А пробовать да Нам интересно как бы В своем будто вариться И пробовать Чем Пытаться еще кого-то Сюда привлечь И заново выстраивать Отношения этих проб А кто-то спрашивал У вас может быть Не знаю разрешение Или вы просто слышали Как кто-то на концертах Исполняет ваши песни Каверы по интернету ходят А чтобы В театре же Разрешение не спрашивают Ну в театре ставят записи В театре Бывает и живое исполнение В Новосибирске же поют Да В Новосибирске вроде поют В театре глобус Но В смысле поют в театре Как концерт Или в спектакле Интегрированные Песни в спектакль Но мне постоянно пишут И просят ноты Портепианных партий А их нету И я все время Вынужден отказывать А их нету По памяти Да То есть Если Забудется То все Если меня убить То все Да ладно Можно снять С записи Ну раз просят Значит не так это просто Просто время надо потратить Времени нет Слава Есть какие-то каверы Которые набирают Больше просмотров Чем у нас Нет Я по ютубу искал Каверы на Куджав Я нашел очень много Каверов на Линду А все в инстаграме На ВКонтакте Есть Да на Линду Наверное больше всего Я должен напарваться Все каверят Кому интересно Хотя мне казалось Не парень В фоне игры Чуть попроще Чем Линда Чисто на мой манер Я не знаю Я маленький Дурачи Извините Не все в порядке Это живое общение На самом деле Это очень хорошо Потому что обычно Приходят группы И они вот Именно вот как Такие заслуженные Музыканты Рассказывают Вот у нас такие планы Мы-то тоже можем так Ребята соберемся Мы уже заслужили Так мы придем Через 15 лет 15 лет Тогда будем заслуженные Запишем Запишем То есть следующий концерт В Риге через 15 лет Я могу Нет, это будет юбилей Давайте не будем чистить Это будет последний Скорее всего тур Очередной Как у Металлики Семь прочих туров У Скорпиенс Пардон У Скорпиенс Хотя Моя любимая группа Скорпиенс? Да У меня даже футболка есть У кого наверное такой нет Ну раз уже Зашли Потому что Ну про Вазика известного Часто очень упоминает Колтрейна И в песне одной И в интервью Очень много И Майкл Джексона знаю Ну вообще Скажите Какие у вас там музыкальные В детстве были Получается тут Скорпиенс Радио Хэт Патис Хэт Прям чуть ли не Никогда Вот он пришел Зачем Вы с ним Сделали После Стравинского Бибера Нет просто Слава даже Топ-А Поп-артистов Современных Не знал Он не знает Курта Кобейна Он издевается Допустим Ставят пластинку Где-то в ресторане Где мы сидим После концерта Мне нравится песня Прям нравится Незнакомая Я спрашиваю Вадик Вадик Это Битлз Вадик говорит Да А потом оказывается Что это Роллинг Стоунс А я как бы Не могу Проверить И понять Что Ну а шазам Со временной технологии Ну он же доверяет Мы же доверяем Друг другу До сих пор Несмотря на До сих пор Да А что Обманул Забыли Обманул Забыли Нормально Да У нас такой принцип Живем одним днем У нас уже Просто память плохая Ну Хорошо Что ноты помню Тогда Ноты Никогда Не забуду Механическая память Мы в самом начале Интервью упомянули Хочется немножко вернуться Про эту песню Майами Потому что она Возникает Вот как такая Уже начинает Немножко обрастать Песня Которая никогда не выйдет Как у группы Сплин в свое время Была дочь самурая Которую они 19 лет писали И в итоге выпустили И она Просто хорошая Это может быть Мои личное время Но она Очень толерантна Нет нет Она правда хорошая Просто когда Ждешь 19 лет песни От одной из любимых групп Кажется что она будет Я тоже сочиняю песню Для группы Акуджа В примерно Два Полтора Два Года Я думаю Она будет Хорошая Вместе с текстом Да Ну а Майами Она Потому что она возникла Песня Майами Она возникла В интервью Вопрос о Крым Почему-то Я пытался еще понять Как она Связана Там есть И то И другое И третье Там вообще Речь о пляже О сравнении Разных видов Пляжа Пляжа Да И о разных видах Мусора Переработки Полезная песня Интересная И она действительно У меня возникла В мажоре Она у меня в голове По-прежнему есть Я в какой-то веке Накидал Барабанную партию Которая ребятам понравилась Они взяли эту партию Вывернули все В минор Сделали какую-то еще Какую-то классную музыку Но песню испортили И сейчас Они требуют А музыка Да И сейчас Они требуют Конфисковать Эту мою барабанную партию Которая идеально подходит К той минорной версии И говорят Ну попробуй что-нибудь еще Я такой В смысле Вы испортили мою Майами Ну такое Сложность Но можно же выпустить Две версии Например Ой мы уже это проходили Не будем так больше Мы на песню Блондинка Вошли в клинч И в итоге Выпустили две Да В альбоме Казалось только В альбоме одна В сингле другая А И почему вам не нравится Почему вы больше Так не будете делать Зачем Сложно потом Объяснять Вот так вот людям Где какая версия Ну потому что Не парень же есть Вот не парень И парень в скобочках Новый Есть еще новейший Ну это же другое Не парень развивался Временно Хронологически А здесь мы Вошли в клинч Прямо вот При создании Слава говорит Будут барабаны такие Я говорю нет Будут барабаны такие У машины времени Была такая история Что пришел Мне кажется Макаревич С текстом Песни ангел Маргулис Написал музыку Макаревичу не понравилось Тогда Маргулис На эту музыку Написал другую песню Тоже назвал ее ангел А Макаревич Написал свою музыку На свою песню У них тоже Вот было два ангела Одну пел Маргулис Другую Макаревич Может быть А я помню Ты не ангел Но для меня Это не совсем Машина времени Мне кажется Извините Хотя Ярослав Возможно поверил Абсолютно Спасибо Поймали дядю Я же сказал Возможно Мы говорили Про каверы На вашей песне Вы уже говорили Что перепевать Своё Не очень интересно А сделать Что-то Чужое По-своему Помню Вот я в Ютубе Находил Вы на МТВ Это еще не вы А конкретно Вадик Со старых садов Еще лет пять назад Четыре года назад Перепевал какую-то песню Уже сейчас даже Не вспомню У нас целая концертная программа Для ресторанов есть Мы делаем сейчас Немало каверов По разным поводам Мы Аллу Борисовну Пугачеву Перепевали Мы пели Гражданскую оборону Писающую песню Теревердиева На стихи Воскресенского Которую вообще почти никто не знает Вознесенского Вознесенского Гражданскую оборону Это то, что делался этот большой Трибют Трибют Мы не попали в этот трибют Потому что оказалось Что текст там Не Летова А трибют был именно Не Гражданской обороне А Летову Вот И нам уже Брили песню Мы ее стали делать И мы ее сделали Собственно принесли А потом оказалось Опа И поэтому официально В этот трибют Мы не вошли Но сейчас все-таки Несколько этапов Согласований Как нам говорят Прошло И она выйдет отдельно Как сингл группы Куджав Вот так Но изначально Да, мы там участвовали Но не удалось Я хотел спросить Потому что я был С большим удовольствием Послушал Аллу Борисовну В вашем исполнении Это На акустических концертах Мы исполняем Много Не нашей музыки Ну, в смысле Прямо Да, и Там Из Москвы Слезам не верят Что-то мы пели У нас был концерт На ВДНХ Такой вот Очень московский Такой, знаете Старый, добрый Как-то связан с кино Он был Да, музыка Из советских фильмов А на зарубежном языке А Вадик Я владею только Французским Фанатически Так я тоже Ничего не понимаю Чего пою Но у нас есть Со славой И мы иногда Балуемся Поем Гензбура Или Бреля Под фортепиано Но это тоже На акустических Кабарешная Такая программа Старомодная То есть вы готовитесь К тому моменту Если вдруг Популярность уйдет То всегда можно Или если вдруг Она придет Надо будет ее отпугивать А популярность Надо отпугивать Ну я просто Потому что есть группы Которые специально Не хотят быть знаменитыми Или там не только группы Я там знаю Есть там стендап-юморист Который специально Каждый год делает Абсолютно в другом стиле Свои стендапы Чтобы отсеять публику Не, мы не против Быть знаменитыми Нормально Но есть Другой момент Наша публика Часто пишет Эх Вот когда вас никто не знал Я вас слушал Это была моя тайна Сейчас мне уже не так хочется Вас слушать Потому что вас все знают Но это кажется Скорее проблема слушателя Может не проблема Но это Как бы реальный факт Такой он существует То есть В этой инди-культуре Для слушателей Иногда очень важно То, что они Избранные Они не такие Как другие Они слушают то Что никто не понимает Вот так Ерунду говоришь, Слав Да-да Все так и есть Не, ну так правда работает Ладно Причем не только в инди-музыке Это просто подростковая как будто штука Находить На подростков работаем Это же понятно Господи Ну вы чёте Как вы Это шутка Не, ну мало ли Разные бывают Я так понимаю Бывает и такое В смысле У нас есть аудитория подростковая Но есть и 40-летние И даже 60-летние Ходят на концерты Так что да В этом плане Универсально То есть Они Я так предполагаю На разную музыку Ориентируются Нет, нет Вы знаете А, ориентируются Может быть На разные песни В том плане Что там Подросткам нравятся Такие там Не знаю Условно говоря Линда и Джек Потом там Зрелым людям Там были Не знаю Какие-то последние альбомы Там Людям Совсем подросткового возраста Там это уже Как раз Последний Кигельбан Ну Моя мама Не может принять Только песни с матом Остальные нормально В том числе Вполне современные По звуку Правда Бывает Что на концерте Сидят Люди Там 55 лет Рядом Дети Мельчайшие Которые танцуют Замечательно Не поют все песни При этом И поют наизусть А как При мельчайших детях С матными песнями поступаете Закрываем им уши Ну Там родители же Всегда есть при них Ну то есть Вы как бы У вас нет такой проблемы Что нельзя материться При детях Ну как пришли У нас нет такой проблемы Точно Потому что Мы же не виноваты Что они пришли А из песни Слов не выкинешь Она же Была Написана Эта песня Не из-за какого-то вызова Изначально А как Художественный прием То есть Кроме мата Там ничего быть не может Нет Кроме вас Серьезно Ну именно в этом месте Конечно Там ничего быть Больше не может Кроме мата Именно в этом месте Иначе зачем Зачем это все Он же используется В нашем случае Очень локально И не грязно То есть Он там Один раз за песню Конкретно в том месте Где именно он должен быть Все Ну вот на вопросе Иначе зачем это все Мы наверное Подведем черту К большому сожалению Наш эфир подходит к концу У нас в группе У нас в гостях Была группа Акуджа Сегодня в 19 часов У них концерт Велика Кэф фон Стритска С третьего раза у меня получилось А сейчас После рекламы И новостей В эфире тоже прозвучит Песня группы Акуджа в Портвейн С их последнего EP Кигельбан Спасибо вам большое Спасибо Всем пока